о блин здесь еще брат вы дофига здорово всем 10 38 блин скоро мамка домой загонит у тебя прям тут план какой-то с картами покажи карту дай гляну чё там у тебя это план здания елки какие у тебя перчатки ты чего воришка маленький воришка что ли а смотри они прокопали туннель который куда-то ведет и мы ищем вот этого пацана а туннель скорее всего в воду не шиша вы прокопали то тут блин толпу мигрантов мексиканцев можно провести через американскую границу то есть ты хочешь чтоб я туда спустился да но я подумаю конечно вашим предложением я лопал да она глубже чем я думал вас чё в роду кроты что ли были все как сдача с клаустрофобия начнется гирлянд понавешали как в пещере санта клауса о приветики не думал что тут еще кто-то есть сейчас распрыгну подожди кокосочки хоп хоп стой ну куда ну что ты так торопишься подожди мне же страшно у тебя хоть фонарик есть добегу я бегу и даже не знаю что лучше в канализациях бродить ох ёлки палки а что это за разлом в другое смеение я понял ты особо необщительное может пил 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 привлёк твое внимание ты уверена что я тут пройду я чё-то очкую ну ты коза сама пробежала я упал за что за что мне это как мне теперь выбраться туда кажется лесенка есть хватит уже мигательным фонарем я понял не нагнетая обстановку да подожди да я пошел ну куда ты убежал мне страшно теперь одному ох уж эта девчонка вдруг тут крысы людоеды обитают они хотя первую девчонку сидят а пока будут есть я убегу афигеть вот ты шустры по ходу крысы-то меня сожрут а не и слушай тут уже миленькая так свет хотя бы есть обстановочка по кайфу шкаф почти как у меня в комнате я еще удивлюсь если там мои вещи лежат заныкались отличная прятка между прочим фух что-то ел потел мальца вся усики продру так все какое план действия рассказывай шкерся быстрее шкерся привет привет я тут в канализации говно чищем убираю ух кажется принесло офигеть он нас не спалил прикинь тебе вообще крупно повезло о по радио будем общаться вот это роскошь прием прием я сантехник ты проводник включите кто-нибудь свет какого лешего я в шкафу делаю это плохая шуточка не понял а чё опять так темно и где я о фонарик а чё с моими руками чё за фиолетовые часы чё за фиолетовая вязочка фонарик знакомый погодите я кажись понял я при помощи радио переселился в девчонку офигеть вот это разлом мозговых нейронов я собрали свои мозги вместе и давай думать что нам нужно сделать давай пойдем по проводу по красному проводу меня это всегда выручало значит он идет оттуда и вот сюда вот так вот о рубильничек тебя-то я искал миленький сейчас как дерну дверь открыта фонарь на помойку выкидываем а его нельзя выкинуть считаю что это часть меня как моя нога ладно радио где вот беру радио пацан я вселяюсь в тебя ты мне нужен опять шкафу вот эта фишка такое ощущение как будто я переселяюсь не в другого персонажа в шкаф елки так значит вот я дверь себе открыл девчонкой теперь могу пройти рубильник вижу рубильник а битам открылась елки чем не опять переселять душу свою нужно девочка ты где я по рацию вызову тащи свое тело сюда я кажется понял почему меня вечно закидывает шкаф вся фонарик достану то капец темно это короче сделано для того чтобы сосед меня не смог поймать когда я переселяюсь душой в другого человека и дал то педрил то есть шкафу то он же меня не видит правильно вот право дал красный дверь интересно она открыта вроде замка нету блин она закрыта а там лесенка наверх куда-то без замка и закрыта это что-то какое-то новшество сосед применяет новые технологии но фиг с ней с этой дверью давай выбираться по старинке рубильник вот наверное ты там ней нужен всегда поражался тому как сосед в одиночку все это строил не ну может быть он еще детский труд как-то использовал своих детей мне теперь вниз по этой трубе почувствуй себя пожарником я промахнулся рукой и спустился при помощи своего лица а должен был вот так рукой схватиться и спуститься да со стороны это было ржачно наверно какие-то записочки если честно если честно я думал что я просто спущусь в туннель пройду по нему и выберусь в дом соседа но тут капец какой лабиринт все так сложно ужас но с другой стороны мы теперь знаем что по домам соседа у него тут очень глубоко и очень много тайников ох елки-палки по поэтому придется карабкаться очень опасно вентили могут нафиг отлететь но вроде все держится я маленькая девочка худенькая поэтому я пушинка это очень сильно крутится надо быть аккуратным фух ну наверное самое сложное позади а еще я очень сильная девочка раз могу висеть длительное время на перекладине но в данном случае на трубе а мне сюда теперь а что это у нас тут валяется можно трубу взять спокойно чуть не упал хотел короче трубу взять на всякий пожарный чтоб соседу навалять я все-таки тренировался с битой в прошлой серии мне теперь наверно сюда о блин предохранителя одного нет а здесь щитки не может быть щиток не открывается проводок от предохранитель идет куда-то вниз там сверху еще что то есть блин мне это место почему-то банк напоминает наверное из-за этих круглых дверей пойду теперь прогулять в другую сторону куда указывать нам шестеренка давай фонарик возьму я кажется слышал машину сверху проехала смотри нужен предохранитель чтобы открыть эту дверь мне кажется что мы под дорогой я опять слышал машину проезжающую этот чертов разлом такой глубокий здесь то мы уже что-то можем накрутить наверно вот это теперь мне скорее всего надо переселиться душой в пацана пацан а доложи свое тело на пару минут а по-братски ух ёлки я очутился в самом начале практически здесь все началось перемещение моих душ сказал так как будто у меня несколько душ так значит мы прошли дверь мы тут а вон там я стоял там я крутил мост опускал все я понял мне теперь надо как-то наверх забраться буду проверять свои мышцы и крепкие руки надеюсь они у меня действительно крепкие почувствуй себя тарзаном почувствуй себя обезьяном опа прыгай как пале а нам и главное не сорвись слушай но руки у меня крепкие крепкие ничего не скажешь дети нынче пошли как гераклы опа теперь сюда а лезь то высоко высоко там еще вязанки вот смотри канатики вязанки канатики ага мне видимо надо сейчас направо там спрыгнуть она досочку можно это залезть спрыгиваем пока все идет хорошо это не то как с хлипкой досочкой все произошло когда я упал ступил на нее и упал тут все безопасно пока это я думаю что это козни той девчонки были она специально хотела чтоб я упал вроде все вот эта горочка снова куча записок еще одна горка тут прям а вот и мостик который мне подняла девочка там предохранитель то что мне нужно а ну взять я его не могу это я открыл дверь видимо девочки девчуля твой выход погнали так я появился возле места где опускал мост мне тогда в обратную сторону и тут справа где-то блин фонарик иди сюда тут справа где-то был этот предохранитель значок вот а здесь отлично хватаем и побежали втыкать его еху 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 предохранитель у меня главное его не разбить он такой хрипки главная дверь открылась теперь можно идти валить дракона но для этого нужно переселиться у меня тут одна страшная мысль осенью я же когда переселяюсь из тела в другое тело я очутяюсь в шкафу и это типа намек что я меняю тела как футболку ну или как одежду вот снова пожарная эта штука давай спустимся теперь нормально хватаем ручкой за трубу и блин рожей об стол было быстрее спускаться дракон я иду за тобой я надеюсь ой блин а тут еще куча всего но ёлки-палки снова наверх карабкаться но тут хотя бы лесенки есть сосед жалился над собой он же уже старенький все таки поставил тут лестницы они вот это вот все как знаешь полоса препятствий какой-то они не канализация дверь нормально дверь в комнату ну видимо в квартиру сосед наконец-то ух ты и вправду в комнату это его спальня наверное я пожалуй тут сейчас наверное спрячусь на а тут по тайной ход давай посмотрим что сосед читает ведь и надо выйти не знаю что такая книга существует бейсбольный шар я теперь знаю как играешь бейсбол куча романов видимо любит романов сосед горшок зачем-то ему тут на полочке крепкий горшок не разбился глобус не крутится обидненько поднасрали тут немножечко о будильник а он сломанный без стрелок ну что что я уверен закрыта да потому что это инновационный замок мы уже с такими сталкивались скорее всего нам через шкаф поэтому пойдем через шкаф кирпич блин его не взять с собой опа сад наконец-то тебя нашел приветики вон зыркает телек опять на помехи смотрит у меня такое ощущение что его телек гипнотизирует и поэтому такой злой в рублю ему джаз разнообразим обстановочку ой какой он злой он все походу мне напихает по полной надо валить шкаф как ты меня нашел какие у тебя зеленые глаза вот если бы не VR я бы не смог посмотреть ему в глаза ну чё выходим и давай вообще тут пошаримся посмотрим что мы тут имеем картины какие-то безвкусные ваза отстойная а столько отстойно что даже не разбилась пойдем подглянем за соседом а тихонечко слав Musical он даже меня не палит а может я его за руку потрогаю слушать пока он так сидит ёлы-паллы у меня чуть пердешный срист тут не случился хорошо я нажимаю короче эту красную кнопку ёлки осторожничаю давай безжим прям чимся и не высовываемся вообще Сиди мы ждем. Рука застряла. Надеюсь, меня не запалит. Черт, чуть ли шкафа не вывалился. Сосед ушел спать, а я... А я и бегу к нему. К нему, к нему, к нему. И сюда. Блин, превыше, что у шкафа двери сами открываются. А тут за ручку надо дергать. Блин, кажется, сосед из спальни идет. Надо валить. Срочно надо валить. Может, за телеком спрятаться нет? Это плохая идея. Ого-оу-оу-оу! Левитация-то где? Ту, блин, гравитация! Что здесь происходит? Что это за интерселлер тут? Я что, в космосе, что ли? О, это же мой робот! А что ты тут делаешь? Слушай, это не галлюцинация. Это существующий робот. Я вообще не понимаю, что происходит и где я нахожусь. На часах 0-0-0. Радыки уже, наверное, полицию позвонили. Потеряли меня. Ворон, это плохой знак. Фишка в том, что вещи как бы не имеют гравитации, они летают. А я имею гравитацию. Я могу упасть вниз очень легко. И расшибить себе кости. Поэтому надо быть очень аккуратным. Так, мне, наверное, направо. Ага, точно, сюда. Аккуратненько, не торопимся. Блин, а дальше-то куда? Куда, что ли, залезть? Точно. Теперь на дверь. Ох ты, ёлки как высоко-то. Главное, чтоб ни на башку что-нибудь не свалилось. Это могут быть серьёзные последствия. Там молния где-то. Такое ощущение, что я в душе соседа. Или в его голове. Вот эта молния, гроза, вот этот гнев. И этот хаос. Ну, наверное, мне... Вот, по лесенкам, точно. По лесенкам не надо коробкаться дальше. Полезли. Привет, лампа. А мне теперь в другую сторону. Ё-моё, как всё запутано. Башка сейчас закружится. А, нет, 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 не так. Мне надо не так. Давай-ка назад, назад. Я хотел карачками как бы пролезть, но нет, лучше понизу. Давай-ка понизу. Да, вот так. Сыкать на нафиг. Учитывая, что там снизу, а там бездна. Очень цикотно. О, гляди-ка. Капкан. В котором моя кепка... Да, не моя, кепка пацана. За которого я раньше играл. В самую первую часть. Всё, я попробую её достать. Хоть она и в капкане, но... Надеюсь, мне руку не отцапает. Слушай, она приклеена, её никак не это. И капкан не реагирует вообще ему позже. Ну что ж... Ну ещё какой, смотри, здоровый капкан. Блин, тут так всё атмосферно сделано. Это не передать эти ощущения, пока ты не оденешься к виртуальной реальности. Холодос не открыть. А я хотел молочка попить. Ещё один холодильник. Блин, ну вот эта комната с этими левитирующими предметами офигельная. Всё, кажется, я пришёл. Вороны мне показали путь. Тут прохода нету. Давай выбираться отсюда. Сколько книг. Намёк на то, что сосед обожает читать. Что, там выход что-то? Ой, ой, а ты чё, такой большой! Нет! Субтитры подогнал «Симон»!